Девочки и сестрички Есть братик, да? Молодцы! Так вот, две сестрички, вы примерно знаете, что такое две сестрички, да? Лиза и Вера. Однажды пришли домой и говорят, мама, мама, мы такого интересного дядю видели. Он такой, как будто ему лет 7-8, и с бородой такой, и такой горбатый такой. Мы так смеялись. Мама говорит, и что, вы смеялись с человека, который болен? Ну, он такой интересный, такой маленький, с бородой такой. Но это нехорошо, мама говорит, смеяться над теми людьми, которые болеют. Как вы считаете, это хорошо или нет? Нехорошо, да? Ну, он такой смешной, у него такой горб. Но, может быть, у него какая-то была травма. Может быть, он где-то ударился очень сильно. Разве это смешно? Это неправильно смеяться над людьми, у которых что-то не так, как у нас. Как вы скажете? Нехорошо. И мама говорит, давайте я вам расскажу об одном очень интересном и талантливом человеке. И, кстати говоря, то, что у человека может быть горб, или, может быть, он маленький, это еще не значит, что он злой. Да? Он может быть еще добрее, чем здоровые люди. Как вы скажете? А? Очень добрый, может быть. Мама говорит, давайте я вам расскажу об одном таком человеке. Он жил с мамой и папой, он был еще маленьким мальчиком. Но так получилось, что мама умерла, потом папа умер, и он остался один. Вы не знаете таких деток, которые одни, без папы и мамы остались? Не знаете, да? Знаешь, да? Вот. Он остался один. И его отдали в детский дом. Но это было давно, это было уже лет двести назад. И в то время из детских домов деток брали на работы разные. Вот. И ему где-то лет десять было, и он в шахте работал, уголь грузил. Уголь. Ну, вы не знаете, что такое уголь. Знаете, что такое уголь, да? Знаете? Уголь. Что такое уголь? А? Знаешь? Это такие дрова. Это такие дрова, да? Ну, правильно. Вот. Это такие дрова, которые под землей растут, так? Ну, да. Ну, его копают из-под земли, да. А это там остатки дров. Вот. И его используют для того, чтобы они горели, да? Топят печки им. Вот. И вот он грузил этот на шахте, он грузил. Там тачки такие были, он лопатой грузил, грузил. Вот целый день он грузил. И по вечерам еще работал. Очень сильно уставал. Вот. Но такая его была жизнь. Вот. И однажды, когда он там в одном месте находился, и дочка хозяина шахты, она была девочка такая злая, и она толкнула его специально. И он упал, и вроде бы невысоко он падал, но повредил позвоночник. Знаете, что такое позвоночник? Это вот здесь у нас такие косточки есть на спине. Пробовали, щупали у себя, да? Вот здесь косточки прямо посередине спины. Хаши такое злой. Да? Ну вот, она толкнула, и он... Там было повреждение. Ударился, он ушибся. Вот. И со временем, вроде бы, ушиб прошел, но начал расти горб у него на спине. И он вырос таким горбатым. Из-за того, что его толкнули, такая травма. Он же не виноват был в этом, правда? Девочка виновата была. Но вы знаете, что он не обозлился. Он не обозлился. Вот. Но, конечно, он уже не мог работать так, как он работал. Вот. И он начал учиться. Он начал читать. Вы умеете уже читать или нет? Да? Не умеете? Кто-то еще не умеет, кто-то уже умеет, да? Вот ему 10 лет было, и он научился читать. И он начал читать Библию. И она настолько ему понравилась, он читал, читал ее, и начал рассказывать всем людям. Так? Он ходил и рассказывал, что он там в Библии прочитал. Целые главы рассказывал людям. И постепенно он рос. Вот. Он уже стал молодым человеком. И его пригласили быть проповедником. И он стал проповедником. Он-то хотя бы был за горбом таким. Но люди его слушали, потому что он очень интересно проповедовал и рассказывал людям о Боге, о любви его. Вот. И шли годы, и он уже стал взрослым дядей. Вот. А потом еще шли годы, и он уже состарился. И так всю свою жизнь он был проповедником. И многим людям помог, и многим людям подсказал в жизни. И семьям многим помог, и детям многим помог. Но вот однажды его пригласили посетить одну женщину пожилую, которая хотела послушать его. А он стал известным проповедником. Вот. И он пошел к ней. И угадайте, кто была эта женщина? А, это была та девочка, которая когда-то его толкнула. Но теперь она уже не была девочкой, она уже была бабушка. Да? Вы знаете, что девочки могут бабушками стать? Да? Знаете, что такое бывает? Да? Вот. Это с вами может произойти? Да? Вы можете стать бабушками и дедушками? Не станете? Ой, станете. И я стану, да? Но я уже на пути. Так вот, он пришел к ней, и это была та когда-то девочка, теперь уже бабушка. И он рассказывал ей о Боге. Он не обозлился на нее. Вот. Он захотел с ней говорить. И, вы знаете, и она изменилась. И она также поверила в Бога. И она просила прощения у него. И, конечно же, он ее простил. И затем он говорил, это моя самая большая награда в жизни. Что эта девочка когда-то, теперь уже женщина пожилая, что она изменилась, что она изменила свое поведение, свое отношение, что она не желает зла людям, а желает добра. И он говорит, это самая-самая-самая большая радость для меня. Вот. И это же история, помните, которую мама рассказывала своим дочкам. И на этом мама закончила историю. Девочки, какой, как вы думаете, какой урок они для себя усвоили с этой историей? А? Да, не надо смеяться над теми людьми, у которых есть какие-то недостатки, так, увечья, может быть. Какой еще урок можно взять? А? Какой урок можно взять? Надо помогать таким людям, да? Да. А ну еще какой урок можно взять? Давай, Полин, дружить. Проповедовать. Ага, проповедовать, так. Ну а не обижаться? Не обижаться, да? Он мог бы обидеться на нее, да, и стать таким, как она. А он мог бы разозлиться вообще на всех людей, так? И сказать, о, весь мир такой плохой. Но вместо этого он с любовью, с терпением стал помогать другим людям. Хороший урок, как вы скажете? Да? Хорошо. Давайте мы для себя тоже этот урок возьмем. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!